Всем привет, вы на канале Кентукки 2510 и это видео продолжение выпуска о лучшем построении для атаки няньшоу. Его уровень, я напомню, значение не имеет, все построения, которые я сегодня протестирую, подходят для 12, 21 и 30 уровня босса. Начну я, пожалуй, с пары самых неэффективных вариантов атаки и постепенно буду продвигаться к наиболее действенным. Итак, один из самых неправильных вариантов построения войск для атаки няньшоу, это вариант из двух линий, мечники плюс лучники, либо мечники плюс конница. В меню сбора войск я не зря ограничил размер похода, чтобы не убивать няньшоу с первого раза и на примере нанесенного урона показывать разницу тех или иных вариантов построения. Пока что рекорд 35%, переходим к тесту номер 2. Разница между первым построением и этим в количестве линий, здесь их 3, плюс я добавил к отряду десятых лучников и уменьшил количество 12, их получилось ровно по 90 тысяч тех и тех. 25% здоровья осталось у босса и это значит, что данное построение из трёх линий лучше, чем предыдущее только из десятых мечей и двенадцатых луков. Тест номер 3 атака няньшоу построениями с пяти линий. Да-да, именно из пяти я не оговорился, так как в прошлом видео справа сверху сейчас появится подсказка, я уже тестил варианты из четырёх. По сравнению с построениями с теста номер 2, в этот раз в отряде будут ещё и катапульты с конницей. 12% здоровья, урон продолжает возрастать. Переходим к тесту под номером 4. Всё тот же размер похода, всё то же количество мечников, разве что в отряд я добавил ещё и десятых коней, иначе чуть-чуть уменьшил количество солдат в каждой линии, которых теперь 6. 10% здоровья, по сравнению с предыдущим тестом урон возрос всего на 2, и это как-то маловато. Почему так получилось, я не знаю, не разбирался. Однако, в следующем тесте отрядами с 7 линий я нанёс няньшоу уже под 94% урона, и вот фрагмент этой атаки. Переходим к последнему, шестому тесту и пробуем атаковать няньшоу по стрэнням из 8 линий. Скажу вам честно, атак няньшоу я не атакую, в том смысле, что мне хватает всего 5 линий для его убийства с одной попытки. Данное видео я сделал в целях объяснить механику боя с боссом и показать, в чём смысл увеличения линий войск в отряде. Как и я понял из тестов, на одну линию срабатывает ограничение урона, и один вид войска не в состоянии нанести его столько, сколько вообще может. Поэтому отряд для атаки няньшоу лучше собирать из нескольких видов войск даже в том случае, если общее количество тех же Т12 будет меньше, чем если бы вы собирали отряд только из них. На этом в принципе всё. Что касается моих процентов, то они были вот такими. Ставь лайк, если понравился выпуск, подписывайся на канал, если ещё не подписан, и жду тебя в комментариях. Субтитры подогнал «Симон»!